Рассказать о том, как можно вторично использовать мусор, сформулировав свою идею в виде слогана, а потом зашифровать его с помощью переменных эквантеров. Так звучало непростое и одновременно увлекательное задание для учащихся школ сети атом-классов «Эко-челлендж-перезагрузка». Понятие переменных эквантеров участникам челленджа рассказывали на обучающем вебинаре лицея номер 15. Дети, во-первых, получали экологически важные навыки, во-вторых, с помощью инструментов математики реализовывали это. Снимали ролик, отправляли ролик в группу в сети ВКонтакте, ну и дальше, соответственно, наше строгое жюри оценивало. И нужно сказать, что этот конкурс вызвал достаточно большой интерес в сообществе. У нас приняло участие 90 учащихся из 16 школ-участниц сети атом-класса. Участие в реализации дистанционных образовательных форматов сети атом-классов – обязательный показатель, по которому формируют рейтинг школ-участниц. В сеть атом-классов Саровский лицей попал в 2019 году. Именно в этом году здесь появилось многофункциональное брендированное пространство, оснащенное разнообразным лабораторным оборудованием. У нас в стране существует на данный момент 66 атом-классов в школах и еще 9 межрегиональных сетевых центров атом-классов. И, соответственно, школа Росатома ежегодно проводит вот такой рейтинг результативности деятельности атом-классов. Еще три обязательных показателя в составлении рейтинга в соответствии образовательной среды технологическим стандартам сети – учет технологических требований, а также результаты экзаменов, олимпиад и конкурсов. В этом году Саров вошел в десятку лучших и занял седьмое место. В следующем году лицей планку опускать не собирается и будет бороться за лидерские позиции. Если говорить о результативности, то количество баллов, которые как раз по итогам ОГЭ, ЕГЭ и Олимпиад, из всех школ рейтинга она у нас самая высокая. То есть вот здесь мы надеемся, что планку мы и не снизим. Но мы видим для себя перспективы для роста. Перспективы для роста – это как раз сетевые мероприятия и участие в сетевых мероприятиях. В конце ноября планируют запустить геометрический челлендж «Измерил. Расскажи». Школам-участникам нужно будет выбрать в своем городе любой объект и измерить его бесконтактным способом. Узнать эти способы можно будет на вебинарах лицея. Все объекты соберут в одну большую интерактивную карту городов Росатома. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.